Открытая власть! Под таким девизом проходят регулярные визиты главы Ленинского района Валерия Венцеля на крупные предприятия муниципалитета. В этот раз Валерий Николаевич посетил производственную компанию «Албис», которая уже более 20 лет работает на рынке отделочных материалов. В начале визита была устроена небольшая экскурсия по территории, а после нее глава отправился на встречу с коллективом. В ходе беседы был сделан акцент на развитие нашего района в ближайшие годы. Одна из главнейших и первостепенных задач – это качественная дорожная инфраструктура. Не секрет, что население в Ленинском районе постоянно увеличивается, а дороги – это то, с чем сталкивается каждый житель вне зависимости от того, пешеход он или автолюбитель. И в этой области уже сделано многое. В конце этого года мы открываем Путербург, то есть это такое капитальное сооружение над Симферопольским шоссе, которое соединит там в виде деревни Покрова-Лопатина. И таким образом мы соединим напрямую поселение Булайковское. В этом же году начнется реконструкция, даже не реконструкция, а строительство второго выезда, он же будет и въездом во сельском поселении развиваться. Кроме того, недавно начались долгожданные работы по трассировке Старокаширского шоссе. Данный проект предусматривает расширение этой важной транспортной артерии Ленинского района. Во второй части встречи каждый желающий мог напрямую обратиться к главе с интересующими проблемами. И, как показала их тематика, дороги – это действительно вопрос номер один. Разбита дорога, Каширск от США до завода, и из-за этого проехать на автомобиле довольно-таки проблематично. Подскажите, когда планируется ремонт дороги? Поэтому давайте так сделаем. Еще раз начнем с того, что теперь обращаем внимание на наши промышленные зоны. Там подтверждение у своих коллег можете спросить о паре промышленной зоны. Мы могли им сделать замечательную хорошую дорогу. Может быть, недостаточная ширина полотна. Однако пошли на бюджетные трассы. Мы обязательно эту дорогу будем приводить в порядок. Встреча, продолжавшаяся более часа, еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и общественности крайне эффективно. Здесь решаются, а не замалчиваются самые насущные вопросы. Продолжение следует...